Потому что он знал, что Соединенные Штаты имеют технологию от них, от этих существ. От серых? От серых. От тех, которых видели многие космонавты. И многие космонавты рассказывали открыто о том, что они видели. У нас есть различные видеозаписи, сделанные этими космонавтами, где вы можете видеть странные вещи, происходящие в космосе. У меня есть также очень важное видео, снятое со станции Российского космического агентства, где вы можете увидеть станцию Мир, окруженную множеством ярких объектов. Эта миссия управляется из Хьюстона. Мы используем пилотные камеры для того, чтобы поймать в объектив Российскую станцию Мир. Мы пытаемся переключиться на нее. Будет сложно снимать Мир, так как звезды находятся позади нее. Пилотные камеры размещены таким образом, что они смотрят прямо назад, прямо назад над орбитой, где станция Мир находится примерно в 1500 километрах над нами. Миссия длится 7 дней, 13 часов и 17 минут. Управляется из Хьюстона. Мы видим станцию Мир. Мы видим какие-то вспышки явно, но не уверены, что это могло бы быть. Эта съемка была получена с американского шаттла. НАСА никогда не выпускало эту часть видео. Это означает, что у нас есть двойные стандарты. Одни открыто говорят, что да, у нас есть опыт в космосе. Это россияне. Россияне. И есть другие в лице НАСА, заявляющие, что там ничего нет. Они не выпускали ничего. Мы должны получать каждое свидетельство из другого источника, но не из НАСА. Эти существа живут в открытом космосе. Я первый сумасшедший, который это озвучил. Ученые немедленно сказали бы, что это невозможно, что в космосе ультрафиолетовое излучение, радиация. Без пилотируемого короля вы умрете. Хорошо. Все, что я могу сказать, то, что они, я называю их космические змеи, они действительно существуют. Они были запечатлены на видео старшим командиром шаттла. Он работает в НАСА около 30 лет. Он видел одну из этих космических змей два раза. Он снимал это. Он снимал это. Он переводил бы. Он приобрел бы. Скороли. Он튼 он. Он может проходить дальше. Когда игры прошли, скат. Он смотрит всё. Он ticks. Что. Какی-то. Он также снимал их на видео с Земли, летающих в верхних слоях атмосферы. Но теперь успокойтесь, друзья мои, мы ничего не знаем о цикле жизни этих существ, но они действительно сходятся с описаниями других видов тварей, других странно выглядящих существ, о которых астронавты докладывают с самых первых дней НАСА. Я подозреваю, что они используют некоторую форму фотосинтеза, и я подозреваю, что они гидротируют себя, летая в верхних слоях атмосферы. Одну важную вещь я должен сказать об этих космических змеях. Есть приблизительно семь или восемь очень, очень важных древних знаков построек на нашей планете, находящихся главным образом в Мексике. И эти постройки посвящены памяти о летающих змеях. И это то, что мы видим в этом видеофрагменте. Также, кажется, есть очень интересное отношение между летающими змеями и этими маленькими яркими светящимися сферами. Эта миссия управляется из Хьюстона. Мы используем пилотные камеры для того, чтобы поймать в объектив российскую станцию МИР. Мы пытаемся переключиться на нее. Будет сложно снимать МИР, так как звезды проходят позади нее. Пилотные камеры размещены таким образом, что они смотрят прямо назад, над орбитой, где станция МИР находится в тысяча пятистах километрах над нами. Очевидно, эта видеосъемка массивного объекта была случайной передачей. Человек, который передал мне эту видеозапись, теперь мертв.